Польские радиа, Польша, Путин переигрывает Зеленского как ребенка. Назар Алейник. Польские радиа, Польша. 13 сентября 2019 года. В субботу, 7 сентября, состоялся долгожданный обмен заключенными между РФ и Украиной, который прошел в формате 35 на 35. РФ освободила 35 украинцев, среди них 24 украинских моряка захваченных в районе Керченского пролива, а также 11 политзаключенных. Наиболее известный из них режиссер Олег Сенцов. В свою очередь, Киев освободил 35 человек, среди них, российских военных, диверсантов и пророссийских боевиков. Безусловно, освобождение 35 украинских заложников Кремля было неимоверной радостью для их родных и украинской общественности, которые радостно встретили их вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако это событие имеет и геополитическое измерение, поскольку с самого начала украинские заложники являются козырем Путина в гибридной войне против Украины и игра продолжается. Прокомментировать обмен заключенными между РФ и Украиной в контексте российской агрессии против Украины мы попросили Антони Рыбчинского обозревателя издания газета «Польска». К сожалению, становится действительностью черный сценарий. Впрочем, когда Зеленский победил на президентских выборах, я предполагал, что дела могут пойти в этом направлении. То есть, россияне играют в катаемыш с неопытным политиком, коим является Зеленский. Конечно, можно задаться вопросом, какими возможностями манипуляции располагает Москва посредством людей из окружения Зеленского, будь то политические сотрудники или люди бизнеса. В то же время, безусловно, этот обмен для семей и близких украинских заложников является очень хорошей новостью. Это также хорошая новость для самого Зеленского, но только во внутриполитическом плане. Он появился на аэродроме, обнимаясь с Сенцовым и украинскими моряками. Зеленский реализует свои предвыборные обещания, соответственно, можно ожидать, что это позитивно повлияет на его рейтинг и его популярность на Украине. Точка, вместе с тем, с точки зрения интересов Украины, но не только ее, а интересов всех стран, которые в какой-то степени находятся под угрозой из-за агрессивной политики России, этот обмен заключенными – это поражение Украины и поражение цивилизованного западного мира. И это безусловный выигрыш Путина и России. По сути, это первый большой шаг на пути так называемого процесса нормализации российско-украинских отношений. То есть, речь идет о том, что обещал Зеленский – достижение мира, возвращение наших ребят домой и прочее. Россия – это, конечно, подходит. Можно ожидать очередных событий в этом направлении, которые, безусловно, для Украины и Запада в долгосрочной перспективе не будут выгодными. Последуют очередные выигрыши Путина. Повторюсь, как я и опасался, Путин переигрывает Зеленского как ребенка. К сожалению, дело ЦМАХа, по сути, в конечном итоге навредит в первую очередь Украине. Запад, и особенно страны, которые должны быть наиболее заинтересованы выяснением дела о сбитом малазийском Боинге и привлечении виновных к ответственности и их наказания. Но они в этом не были особо заинтересованы. Я здесь имею в виду прежде всего Нидерланды, но мы также есть малазийское правительство, которое все лучше ведет дело с Москвой и его не беспокоит сбитый самолет. Для Запада лучше всего было бы замести дело под ковер. Если же речь идет о самом ЦМАХе, то здесь мы видим лицемерие, хотя бы тех же голландцев или ЭС. С одной стороны, Киеву сигнализировалось, чтобы ЦМАХа не выдавать россиянам, поскольку это ключевой свидетель ИТ. Только вот странно, его схватили и привезли из Донбасса еще в июне, но не было слышно, чтобы вокруг его дела что-то происходило. Только тогда, когда всплыл вопрос передачи его россиянам, то вдруг голландцы начали говорить о важном свидетеле. По правде говоря, они не особо что-то бы с этим ЦМАХом сделали, но как я уже говорил это дело негативно повлияет на Украину. Это станет аргументом в руках западных политиков, не только голландских или немецких, но это касается всех политиков, выступающих за скорейшую нормализацию отношений с Россией и отмену санкций. Они смогут сказать, посмотрите, сами украинцы важного свидетеля по делу о сбитом пассажирском самолете отдали россиянам. Чего в таком случае Киев хочет от нас? Чтобы мы теряли целые миллиарды евро из-за санкций в отношении России, ведь Украина, отдавая ЦМАХа, сама не заинтересована в выяснении этого дела. Поэтому мы на Западе не будем подставлять свою голову за Украину, которая сама хочет договориться с россиянами. В ближайшее время планируется проведение саммита лидеров нормандской четверки, по вопросу регулирования ситуации в Донбассе. Инициатором встречи выступает Париж. Обозреватель считает, что саммит может оказаться поражением Киева. Наверное ключевым таким моментом, когда было принято решение о проведении саммита в сентябре, была встреча Макроны с Путиным, на юге Франции, непосредственно перед саммитом ГСМ в Биарыце. Немного спустя после саммита ГСМ Макрон заявил о том, что лидеры нормандской четверки достигли соглашения в вопросе проведения саммита нормандской четверки. Одно можно сказать точно, Путин бы не согласился на такую встречу, если бы не знал, что в результате достигнет конкретную выгоду. Напомню, что в последние годы не было встречи саммитов такого уровня, поскольку и одна и другая сторона заранее знала, что там ничего не удастся достигнуть. Если такая встреча сейчас состоится, то вот один это не будет просто встреча Макрона, Путина, Меркель и Зеленского в ходе, которые они пожмут друг другу руку и побеседуют между собой. Там будут приняты конкретные решения, что означает, что они не будут выгодными Украине, но они будут выгодны России. Сейчас, по сути, идет борьба о детали этих условий. Антони Рыбчинский обращает внимание, что саммит может и не состояться, поскольку Кремль выдвигает неприемлемые условия, о чем засвидетельствовала встреча в Берлине 2 сентября в нормандском формате, на уровне советников по вопросам национальной безопасности, россияне снова поднимают ставки. Уже речь не идет о так называемой формуле Штайнмайера, то есть, о реализации политической части минских соглашений, но в такой очередности, которая соответствует Москве. Другими словами, должны были пройти местные выборы в оккупированном Донбассе, признанные ОБСЕ и международной общественностью, а перед этим оккупированным территорием должен был быть предоставлен особый статус, а де-факто автономия. И только после этого оккупированный Донбасс был бы передан Киеву и были бы возвращены и украинские пограничники на отрезок границы между Донбассом и Россией. Но речь не только об этом. Всплывают условия, касающиеся не только Донбасса, но и целой Украины. К примеру, выдвигаются требования внести изменения в языковой закон и образовательный закон, а даже предлагается их отменить. Напомню, что эти законы были приняты еще под конец правления Порошенко и Россия их очень остро критикует. Таким образом, видя слабость противников Путин решил, как можно больше получить не только в самом Донбассе, но и он решил использовать ситуацию и ослабить целую Украину. Напомню, стратегической целью Кремля не была только аннеоксия Крыма, и ею не является оккупация части Донбасса. Цель России возвращение ее контроля, безусловно неформального контроля, над всей Украиной. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.